Приветствую вас, дорогие и ценители хороших напитков! С вами я, Анастасия Чернова, виски-эксперт. И мы продолжаем с вами увлекательное путешествие по миру виски. Сегодня я хочу рассказать о виске Лох Ламонт. Дистиллерия расположена на берегу реки Леван, вблизи южных берегов романтичного озера Ламонт. Кстати, самым популярным поклонником этого виски является капитан Хедек, друг Тинтина, который наслаждался щедрым стаканом виски Лох Ламонт более 70 лет. Дистиллерия основана в 1965 году и начала быстро увеличивать объем производства. На сегодняшний день дистиллерия производит 4 миллиона литра солодовых спиртов в год и 15 миллионов литров зерновых спиртов в год. В завод оборудован уникальным набором перегонных кубов, который позволяет производить различные типы виски. Кроме традиционных мерных перегонных кубов и кубов непрерывного цикла, дистиллерия производит виски в перегонных кубах под названием Ламонт с необычными ректификационными колоннами в их верхней части, благодаря которым производитель имеет возможность получать более легкий спирт или более тяжелый по своим вкусовым качествам. От сильно торфяного до насыщенного фруктового, мягкого и ароматного виски. В этом году у бренда произошел ребрендинг. Они поменяли дизайн бутылки. В нашей коллекции остался Лох Ламонт в 18 лет в старом дизайне. Этот виски созревает минимум 18 лет в хересной бочке. Каждый год бренд выпускает ограниченную серию бутылок, что делает этот виски поистине особенным. Давайте попробуем этот виски. Виски имеет янтарно-золотой цвет. В аромате ощущаются сливочные нотки с нюансами меда, кожи и дуба. Во вкусе присутствуют цветочные тона с нюансами ванили. И даже немножко ощущается торфе Нейтона. Очень плотной и маслянистой виски. Дорогие любители и ценители хороших напитков. Приглашаем в наш клуб, чтобы попробовать этот замечательный виски, который у нас появляется скоро в новом образе. До скорой встречи и до свидания. Сланжева!